Цирк Дю Солей, цирк Солнца, наверное, самая известная цирковая компания в мире. На этой неделе его артисты в очередной раз закрепились в Москве. Десять лет назад один из партнёров цирковой компании предрекал, что цирк Дю Солей в России надолго. Не ошибся. На этот раз канадские циркачи представляют завесовки из жизни животных. Ово, яйцо, в переводе с латыни. Яйцо, как начало-начал. И уже не вопрос, что было раньше, яйцо или курица. Сначала был цирк Дю Солей. Для Кайла Крейгла из США это шоу первое в цирке Дю Солей, где у него появилась роль. Чтобы попасть в постановку Ово, почти год репетировал номер. Эквилибр стрекозы на опорах. Борит, артисты шоу, которые съехались из разных уголков земли, придумали уникальный язык, на котором общаются насекомые. Это несуществующий язык. Но в нем есть звучание португальского, французского, английского, ну и язык, понятный всем. В зависимости от того, о чем идет речь в той или иной сцене. За кулисами между собой говорят в основном на английском. Из 50 артистов в шоу 9 русскоязычные. Дмитрий Рыбко родом из Украины. Сейчас живет в Вене. В цирке Дю Солей уже 9 лет. Ему досталась роль недоброго жука-скоробея. Ловит и бросает гимнасток, летящих на расстоянии 6 метров. Мы должны почувствовать внутри себя жука, а не просто показать какие-то движения. А вот как это сделать? Ну как? Ну надо представить себя жуком. Вечером в зале свободных кресел не найти. Московская публика соскучилась. Цирк Дю Солей не приезжал около двух лет. И вот уже на сцене те самые яркие костюмы, сложные трюки и драматичная история. В уютный и закрытый мир насекомых вторгается чужестранец, который воспылал чувствами к такой яркой божьей коровке. Это то, что видно из зала. Нам же удалось заглянуть за кулисы. Там открылся еще один подсценный мир. Жизнь кипит и под сцены. Как мы это делаем? У нас есть небольшие тележки. Артисты и технические работники садятся на них и проезжают сюда. Там есть люки, которые можно открыть и вылезти прямо на сцену. За кулисами самого успешного в мире цирка выстроенная буквально по минутам жизнь. Еда, репетиции, отдых, грим – все по строгому расписанию. То, что на представлении будет выглядеть, как полет невесомых бабочек, сейчас без костюмов и музыки, как выступление гимнастов на соревнованиях. Свет и звук, реквизит, сборная сцена, костюмы путешествуют на 23 трейлерах. С собой берут даже стиральные машины. Тяжеловесные конструкции для арены, составную сцену, декорации собирали около 12 часов. А вот демонтаж пройдет гораздо быстрее. Всего за 3,5 часа арена Дворца спорта станет прежним. А пока здесь, сразу за сценой, артисты разминаются и ждут своего выхода. Рядом тренажерный зал. Реквизит всегда в двух экземплярах. Один для репетиций, другой для выступлений. Каждую неделю мы проверяем состояние реквизита, потому что мы постоянно его используем, перевозим, и он часто портится. Это временная мастерская, как небольшое ателье. Но здесь костюмы просто чинят и приводят в порядок. Огромный пошивочный цех находится в Монреале. Костюмы для шоу Ова придумала канадский дизайнер Лис Вандал. Этот комбинезон для главного героя чужестранца, Синей Мухи. У этого костюма 25 колючек, которые нам необходимо снимать каждый день, чтобы почистить. Шоу Ова в переводе с латинского «яйцо» появилось в 2009 году. Его играли под куполом цирка Дю Салей в Монреале. После шумного успеха отправились на гастроли по миру. Обычно цирк останавливается в городах на неделю. Но в Москве шоу пробудет в два раза дольше. Юлия Кундрякова, Алексей Акимов, Сергей Скоридов. Новости культуры.